Новости спорта продолжают эфир ОТС в студии Михаил Якимов. Всем привет! В среду 13 сентября Хоккейная Сибирь завершает первую домашнюю серию игрой с омским авангардом. Независимо от ее исхода, наша команда остается в числе лидеров Восточной конференции. Причина в успешных играх на выезде и на старте домашней серии. Сибирь со счетом 4-0 уверенно победила в первом домашнем матче сезона «Кунь-Лунь-Ред Стар». При этом все четыре шайбы наша команда забросила в большинстве. По одной в первом и втором периоде и две в третьем. В первых трех матчах сезона при численном преимуществе на площадке игрокам отличиться не удавалось. Отлично сыграл вратарь Антон Красоткин. Он отразил 31 бросок поворотом. И уже на старте сезона провел второй сухой матч. А вот со вторым соперником игра была куда труднее. «Трактор» — серьезный противник, хоть и начал сезон неудачно. Игра была в целом равной, преимущество весь матч переходило от одной команды к другой. Но поначалу «Трактор» лучше распоряжался своими моментами. В первом периоде игроки нашей команды оставили нападающего челябинцев Алексея Бывальцева одного перед воротами и тот точным броском открыл счет. Ближе к концу второго периода. Тему Пулкинен подправил шайбу в ворота нашей команды после броска своего защитника и увеличил разницу в счете. Вторая пропущенная шайба завела игроков Сибири. И за минуту до второго перерыва Тейлор Бэк сократил отставание. А в середине заключительного периода Никита Шашков сравнял счет. Победителя определили в серии буллитов. И, к сожалению, им стал челябинский «Трактор». Благодарен болельщикам за то, что нас поддерживали, подгоняли. Благодарен пацанам, что все-таки верили, что мы можем вытащить игру. Забили хорошие голы, все-таки шли до конца. Ну, к сожалению, по буллитам в мастеровиде оказался трактор. Начали, начали. Не так, как нам хотелось бы. И это сами парни признали. Но будем делать выводы из подготовки. В Новосибирске едва успели наградить победителей Сибирского фестиваля «Бега» и участников 25-го ежегодного полумарафона Александра Раевича, а уже готовятся к еще одним крупным соревнованиям по легкой атлетике. Всероссийский день «Бега» пройдет в предстоящие выходные. И организаторы подробно рассказали, что ждет участников 17 сентября. Если Сибирский фестиваль «Бега» проходит традиционно на Красном проспекте и Октябрьской магистрали, то кросснации на Михайловской набережной. Именно по берегу Аби в этом году чемпионов будут выявлять в разных возрастных группах. Но это не единственное место соревнований. Забеги в рамках Всероссийского дня «Бега» пройдут во всех районах Новосибирской области. В каждое муниципальное образование, каждый город Новосибирской области сегодня проводит этот праздник. Если последние два года мы вынуждены были ввести ограничения, связанные с пандемией коронавируса, то сегодня ситуация позволяет. И в полном формате, как я уже сказал, во всех возрастных категориях пройдет этот прекрасный забег. И ожидаем традиционно участников порядка от 12 до 15 тысяч. По Новосибирской области. Всего спортсменам и любителям в этом году предложено на выбор 5 дистанций. Для самых младших участников это 2013 год рождения и моложе, круг 1000 метров. На 2 километра отправятся желающие 2005 года рождения и младшие. Желающие выйти на старт 2003 и 2004 года рождения бегут уже 4 километра. Ну а все совершеннолетние будут испытывать себя на более серьезных дистанциях. 4000 метров и 8 у девушек, а также 4000 метров и 12 у мужчин. Уже у нас идет предварительная регистрация. Порядка тысячи спортсменов уже зарегистрировались. Самому старшему из спортсменов, кто уже прошел регистрацию 69 лет, самый младший спортсмен 5 лет и средний возраст участников 27 лет. Мы начнем наше соревнование 17 сентября в 10.30 и в 10.40 два забега на дистанцию 1000 метров. У самых юных участников это спортсмены 2013 года рождения и моложе, то есть 9-летние дети. В 10.55 и в 11.10 два забега на дистанцию 2000 метров. Здесь у нас будут соревноваться юноши, а затем и девушки 2005 год рождения и моложе. То есть это учащиеся 11 классов и моложе. Затем мы проведем официальную церемонию открытия соревнований, наградим первых наших победителей. И в 12.00 на старт выйдут на дистанцию 4000 метров юниоры, это возрастная группа 2003-2004. И также с юниорами получат возможность пробежать и поучаствовать в соревнованиях мужчины и женщины абсолютной возрастной группы. И в 12.50 мы дадим один старт на двух дистанциях. Дистанция 8 тысяч метров у нас для девушек абсолютной возрастной группы. И дистанция 12 тысяч метров для мужчин. Протяженность круга на Михайловской набережной 2000 метров. Стартовать участники будут от сцены в сторону Дмитровского моста и обратно. В этом году на дистанциях свыше 4000 метров работает электронная система хронометража. А это значит, что все смогут узнать самый точный результат своего забега в режиме онлайн. Выдача чипов и номеров традиционно пройдет на стадионе «Спартак» 16 сентября. На этом выпуск завершен. В студии работал Михаил Якимов. Мы продолжаем следить за новостями спорта. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok